Девушки отдыхают 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 Так что не все тут идет в утиль. Так было задумано, потому что довольно-таки лестница старинная, хотя последняя реконструкция была в 80-х годах, в середине 80-х годов, в 85-м, и сейчас вот глобальная такая реконструкция, реконструкция метридатской лестницы и обелиска Славы. Ну вот, что я, собственно, вам и говорил. Посмотрите, бетононасос и миксер стоит. Вот обратите внимание, стрела бетононасоса. Вот он ее когда выпрямит, на минуточку, обелиск Славы Стелла 24 метра, вот для сравнения. И вот такое решение здесь было принято. Когда заканчивает бетононасос работу, обязательно нужно промыть его от бетона, сами понимаете, чтобы в трубах не схватился. Ну, здесь гора метридат. Воду с промывки никуда здесь не денешь. И ее вот в пустой миксер скачивает. Ну, а он, естественно, потом где-то ее уже сольет. И два зайца сразу убивают. И промыли бетононасос, ну и, соответственно, миксер. Его тоже водичкой надо промывать после бетона. Всегда это делают водители. Ну, и вот, видите, скорость прибавил. Вот такой вот здесь симбиоз получился невольный. Ну, а работы, естественно, идут. Окончание строительства, даже не строительства, реконструкции метридатской лестницы, сентябрь месяц. Сентябрь месяц 2020 года. Ну, и вот, обратите внимание, стрелу, видите, он сейчас будет складывать ее. Ну, вот сейчас на весь вылет поднял ее. Вот, сравните. Рядышком стела 24 метра и бетононасос. Вот на какое расстояние он может подать бетон. Особенно хорошо высотные дома вот так бетонировать. Естественно, высотки так не получится. Там специальные ставы наращивают и по ним гонят бетон наверх. Ну, и вот, закончили бетонирование еще двух захваток. И сейчас бетононасос начинает складываться. Очень удобная техника. Молодцы, кто ее придумал. Не так долго. Можно там несколько десятков лет. Что вот автобетононасосы такие передвижные, мобильные. Довольно-таки удобно все подать бетон. Вот, где не подъедет миксер, где по-другому нельзя. А вот при помощи его легко можно забетонировать даже самый дальний уголок. Это вот даже к лестнице относится. Посмотрите. На стеле, непосредственно на памятнике, на обелиске славы тоже идет работа. Идет она довольно-таки интенсивно. Потому что здесь окончание строительства, если брать по документам, 30 апреля. Ну, вот как раз к 75-летию Великой Победы должны комплекс этот мемориальный открыть. Ну, а вот вы понаблюдайте, как идет процесс складывания стрелы. И получается компактный автомобиль. Ну, он, конечно, большой. На дороге он едет прям. Ну, вот такая вот она строительная техника. Ну, а тем временем идет реконструкция также параллельным ходом обелиска славы, как я уже сказал. Ну, и многие спрашивают, кто занимается. Занимается им Баварский дом, реконструкциями Тридатской лестницы, московская фирма. Ну, или компания. И она неоднократно выступала подрядчиком для Министерства культуры Российской Федерации. На счету этой фирмы реставрация таких зданий, как Храм Христа Спасителя, Московский Академический Музыкальный Театр, здание МИД России, Государственный Академический Большой Театр и Мариинский Театр. Так что фирма довольно-таки серьезная. Ну, и вот теперь мы вот с вами смотрим поближе, что здесь сделано уже на лестнице непосредственно. И что еще предстоит сделать. Довольно-таки большой еще объем работы, конечно. Ну, как я уже говорил в предыдущих роликах, основные виды работ сделаны. Уже вот где-то лестничные марши проглядываются, вот как здесь. Видите, уже лестница есть. И самая верхняя часть лестницы идет бетонирование. 432 ступеньки. Длина всей лестницы. И вон она уходит вверх. Вот они, эти камни, которые мы с вами видели, как их перебирали. И сейчас мы чуть-чуть поближе подлетим, посмотрим, где работал бетононасос. Забетонировал две захватки. Вот здесь хорошо видно свежий бетон. А там уже вот три захваточки уже, ступеньки видно. Ну, потихонечку дело движется. Работа идет. Уже выпуска по бокам сделали, стенки делать, бетонировать. Ну, сначала, конечно, нужно арматуру завязать и бетонировать. Вот такой фронт работы был произведен. Ну, а мы с вами немножко давайте облетим вокруг обелиска славы. Как я уже сказал, что к 30 апреля по контракту должна закончиться реконструкция обелиска славы. Цена контракта составляет 10 миллионов 648 тысяч 620 рублей. Заказчик – дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры. Источник финансирования – бюджет Республики Крым, в частности, субсидии из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы Республики Крым и Севастополя до 2022 года. Подрядчик должен разработать рабочую документацию и проект производства. Вот она, собственно говоря, сама стела. Ну и основной период проведения ремонтных работ включает ремонт стелы и ее декора, ступеней в основании стелы. Также должны быть отремонтированы декоративные стенки и подиумы из натурального камня. Кроме этого, отремонтируют артиллерийские орудия и воссоздадут памятную звезду на стеле. Предусмотрено также благоустройство предлегающей территории. Кстати, обратите внимание, я вот сначала не сразу тоже заметил, что вечный огонь горит. Хотя сильные ветра здесь должны были заменить горелку. Город приобрел специальную горелку, которая не тухнет при ветре. Я про нее тоже в одном из видео рассказывал. Кому интересно, можно найти и посмотреть. Ну а я на этом заканчиваю, дорогие друзья. Еще раз поздравляю всех с Днем космонавтики. Всего вам хорошего. Не болейте. А я пошел праздновать день рождения. Субтитры подогнал «Симон»